Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС вопрос о выдаче россиянам гуманитарных виз после объявленной в Российской Федерации частичной мобилизации. Об этом заявил журналистом представитель Еврокомиссии Анита Хиппер. Процитирую, ситуация беспрецедентная. Принимая во внимание ситуацию в сфере безопасности, мы должны учитывать и геополитическую обстановку. Мы в контексте ВКонтакте с государствами ЕС оцениваем ситуацию для оказания поддержки и подготовки к следующему этапу, рассказывала она. Однако в ряде стран Европейского Союза на происходящее и на ситуацию смотрят, очевидно, несколько по-другому. Ранее сообщалось, что Эстония не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать мобилизации. Ранее о таком же решении заявляла Латвия. Пока только, кажется, в Германии поддерживают идею принять россиян, которые, цитата, ненавидят Путина и спасаются от мобилизации. Всем, кто ненавидит путь, избранный Путиным и любит либеральную демократию, очевидно, рады в Германии, заявили в Минюсте страны. Но прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Андрей Юдин, депутат Сейма Латвии. Здравствуйте. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу заявлений представителей Еврокомиссии? На каком этапе идет вот это обсуждение? И могут ли в Еврокомиссии настоятельно рекомендовать, например, Латвии все-таки российских граждан, которые бегут от мобилизации к себе пускать? Вы знаете, я бы вообще это не рассматривал как новость. Этот процесс называется консультацией. И в демократических странах это регулярно происходящая такая процедура, когда консультируется. Когда я получил от вас этот, был мне задан вопрос, я связался с нашим министром иностранных дел с вопросом, а что происходит? Ну ничего не происходит. Европейская комиссия, естественно, пытается понять, какие настроения в государствах и какие-то консультации происходят. То есть, ну скажем так, меряется температура, но говорить о том, что в Европейском Союзе готовится какое-то решение, какие-то будут общие подходы. И я видел, и мы все видели о том, что, скажем, в отношении виз не было единства абсолютного, то есть страны остались при своих мнениях. И с этим вопросом то же самое. Никто не может заставить ни Эстонию, ни Латвию, ни Польшу, ни Германию действовать каким-то одним определенным образом. Каждая страна решает по-своему. И говоря об этом вопросе, ну у нас 19 сентября ограничение для въезда граждан России, и в Балтийских странах, в Польше это действует, в Финляндии более мягкую позицию занимает. Думать о том, что сейчас будут принимать те, кто не хочет, чтобы их мобилизировали, ну я думаю, что нет оснований. Латвия заявила о том, что сам по себе факт мобилизации не является причиной для того, чтобы предоставить, скажем, дать человеку визу или, скажем, какой-то статус. Понятно, что каждый случай нужно рассматривать отдельно, каждая ситуация индивидуально, и поэтому я не хочу сказать, что никто никогда никакого статуса не получит. Но думать и надеяться, что мужское население будут принимать в Европе только потому, что их могут мобилизовать, это нереально, этого не будет, потому что речь идёт о миллионах людей. Европа оказала помощь миллионам украинцев, теперь я понимаю, готовы мужчины из России уходить, но может быть всё-таки надо понимать, что помощь может быть оказана, но не таким, каким, может быть, хотели бы многие граждане России. То есть принять миллионы беженцев из России Европа не сможет. Но Германия пока готова, тем не менее, вот тех людей, которые бегут от мобилизации принимать, может быть, поставить вопрос о каком-то транзите через вашу страну этих граждан, которые не хотят и убивать в Украину. Если будет принято решение Германии, если не скажут «дверь открыта», тогда мы будем помогать, может быть, перевозить людей. В настоящий момент задаются вопросы отдельным политикам, они высказывают свою точку зрения. Я не думаю, что даже Германия готова принять миллионы людей, которые хотели бы уехать из России. То есть это, я думаю, что россиянам нужно понимать, что если человек, конкретный человек, в какой-то ситуации тяжёлый оказался, ему окажут помощь. Но человек, который пересечёт границу и скажет «вы знаете, у нас там мобилизация», ну этого явно будет недостаточно для того, чтобы ему получить статус беженца или какой-либо другой. То есть такого не будет в отдельных странах в отношении отдельных лиц, но не более того. Но тем не менее, вы говорите, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. А что может на решение латвийских властей повлиять по каждому конкретному случаю? Видите, я думаю, что касаемо Латвии я не предвижу, что у нас будет большой поток людей, убегающих из России, потому что они не могут пересечь границу с Латвией, внешнюю границу. Понятно, что они могут въехать через Финляндию, например, но я не думаю, что Латвия – это цель, куда они стремятся, большинство из них. Индивидуально это означает, что человек излагает свою ситуацию. И если единственный аргумент человека, что в моей стране идёт мобилизация… Вы понимаете, с таким подходом, в принципе, все россияне могут сказать, что «а меня за фейк российской армии могут посадить в тюрьму, а меня за ещё что-то могут наказать. Это у нас ужасный режим, но вы понимаете, что миллионы людей, которые не согласны с режимом Путина, не могут найти приют, убежище в Европе». Ну то есть, в принципе, я думаю, россиянам нужно стать взрослее и понимать, что они ответственны за свою страну, они должны принимать решения для того, чтобы менять ситуацию в своей стране. Когда украинцы бегут из страны, они убегут от войны, от агрессии, которую делает Россия. От кого бегут россияне? От той власти, которая ими управляет. Надо понимать, что за эту власть отвечают россияне. И понятно, что отдельные случаи будут, люди найдут помощь. Но никто не будет, я думаю, что никто в Европе, ни одна страна не скажет, приезжайте все, мы будем вас встречать радостно. Такого не будет. И не могу вас не спросить про новость, которая пришла сегодня. Латвия не будет выдавать рабочие визы россиянам, ограничить продление вида на жительство. С чем это связано? И если уже человек находится в Латвии, нашел работу, вы его уже пустили и одобрили его пребывание там. Как же так? Нет, по гуманитарным признакам, то есть люди будут получать возможности. Есть разные основания, и в отдельных случаях это будет получаться. Но, в принципе, политика Латвии действительно направлена на то, чтобы уменьшить количество российских граждан, которые могут находиться в стране. Причина та же самая – война, агрессия в отношении Украины. И поэтому позиция Латвии стала действительно более жесткой. Я понимаю, что это не всех устраивает, но такова ситуация. Может быть, причина в том находится, что, видите, для многих европейских стран, которые не были оккупированы, они по-другому смотрят. Латвия была оккупирована. То есть мы понимаем, что такое в свое время был Советский Союз, и поэтому наша реакция более жесткая. Надо понимать, что в Латвии 100 тысяч человек, это для страны с двумя миллионами, имеют вид на жительство. То есть это большая цифра. То есть у нас, если я правильно сейчас могу ошибиться, около 50 тысяч российских граждан. То есть это много. И увеличивать количество с Россией связанных людей, ну, наша страна не готова. Это вопрос нашей безопасности, и мы его решаем таким образом. Но опять же вопрос вашей европейской безопасности, безопасности Украины. Ведь, возможно, если не принять этих людей, которые не хотят идти на фронт, они могут оказаться как раз-таки участниками этой войны. Понимаете, если бы речь шла бы о десятках, сотнях, может быть, тысячах людей, можно было бы искать решение. Мы говорим о политике. И если мы говорим о политике, сказать, что добро пожаловать, скажем, 90 миллионов человек, мы не можем. Европа не может принять такое количество людей. И еще раз обращаю, если конкретная ситуация, конкретный человек, его жизнь под угрозой, понятно, что Европа будет ему помогать. Но не будет сообщения в медиах, что, пожалуйста, все приезжайте, мы вас ждем. Спасибо за ваш комментарий и спасибо, что нашли время. Я благодарю Андрея Юдина, депутата Сейма Латвии, который был в нашем эфире из Риги. Продолжение следует...